МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях. Процветание! Чтобы он всегда был! И чтобы все люди здесь жили! Город Люберцы сегодня отмечает свой 398-й день рождения. Меня натолкнуло на это то, что вывесили табличку. И мне стало интересно, кто это и про что он пишет. В память о томилинском поэте установили мемориальную доску. Мы готовы. Глина также требует некой подготовки. У нас сегодня белая глина. Что можно подарить любимому городу в праздник, расскажем в конце выпуска. А теперь обо всем подробнее. Сегодня Люберцы отмечают день рождения. В этом году городу исполнилось 398 лет. Праздничные локации организованы в каждом поселке муниципалитета. До старта массовых гуляний наша съемочная группа узнала у люберчан, чего они желают родному городу. Люберцы – это не только одна из самых густонаселенных частей Московской области и не только один из крупнейших промышленных центров региона. Это город, который славится своей богатой и уникальной историей, своими традициями и интересными местами. Конечно, городу хочется пожелать дальнейшего развития, дальнейшего процветания, чтобы всем побороли вот эту пандемию. Слава богу, вроде мы от нее уже отходим. Ну и всего самого, как говорится, лучшего. Процветания, чтобы он всегда был. И чтобы все люди здесь жили. Люберцы, основанный в 1623 году, солидный возраст выдает не только стелла при въезде в город. Но и старинные усадьбы, и памятники архитектуры. Я бы хотела, чтобы город был очень хороший и дружный. Удачи, счастья, благополучия, красоты. Чтобы поскорее навели порядок на Октябрьском проспекте. Мы будем рады этой красоте. Мы ждем этого. С Люберцами связано много исторических фактов. В 1812 году здесь проходила армия Кутузова. За стадионом «Торпеда» сохранились фрагменты недостроенного дворца Петра III. Здесь любили отдыхать и творить. Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Максим Горький. В Люберецком ЗАГСе вступил в первый брак Василий Сталин. А в ремесленном училище, ныне Люберецком техникуме имени Гагарина, учился первый в мире космонавт. Чтобы просветал, зеленел с каждым годом. Все больше и больше всего хорошего этому городу. Чтобы было продвижение во всем. Да и чтобы было все-все хорошо. Сегодня Люберцы – это современные парки, комфортные зоны отдыха, благоустроенные дворы, новые спортивные объекты и досуговые площадки. Городу исполнилось 398 лет. И с каждым годом он меняется к лучшему. С днем рождения, Люберцы! С днем рождения, Люберцы! С днем рождения, Люберцы! С днем рождения, Люберцы! Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На площади Люберецкого дворца культуры устроили настоящее историческое шоу. Жителям предложили поучаствовать в мастер-классах и окунуться в прошлое городского округа. Путешествие во времени совершила и наша съемочная группа. Гончарное ремесло, плетение и танцы. Жизнь крестьян в Либерцах. Так назывались Люберцы в 17 веке. Женщины вручную ткали ковры и шили себе наряды. Хозяйки самостоятельно делали даже предметы быта. Большой популярностью у люберчанок пользовалась лоза. Он очень был доступный и поэтому использовался в народном творчестве в качестве исходного материала. Плели все. И корзины, и люльки, и какие-то игрушки, ангелочков для украшения дома. Эпохи Петра Первого и Екатерины Второй. Правители были частыми гостями на Люберецких балах. Императрица Екатерине Второй настолько нравилась в округе, что здесь даже задумали построить дворец. Но это не сложилось. Но фундамент, как говорят, остался. И на этом фундаменте сейчас Люберецкий дворец культуры. Екатерина, когда приезжала в Люберцы, она говорила о том, что Люберцы – это райское местечко. В каждом советском дворе любили играть в городки. Мальчишки сбивали деревянные домики. Девчонки же соревновались в классиках и прыгали в резиночку. Дети, они в принципе во все всегда игры играли, что в Люберцах, что и в других муниципалитетах. Наши дети отличались самобытностью, наши дети отличались добротой и отзывчивостью. В городском округе жил и учился Юрий Гагарин, первый космонавт. Здесь открыли космическую фотозону. Тем, кто интересуется историей войны, показали образцы оружия с советских времен. Мы здесь организовали вот эту вот прекрасную фотозону с оружием времен Второй мировой войны. С нашими образцами и даже не с нашими. Поиграть в шашки, сплести корзину или станцевать на балу. В исторической реконструкции приняли участие и взрослые, и дети. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкая земля полна талантливыми поэтами. Одним из них был ветеран Великой Отечественной войны Иван Рыжиков. В память о томилинском поэте на фасаде филиала библиотеки имени Есенина установили мемориальную доску. Иван Рыжиков родился в Смоленской области в 1922 году. Талант поэта проявился еще в детстве. В четвертом классе он получил первую всесоюзную литературную премию. В июле 1941 года попал на фронт, но стихи писать не переставал. Рассказывал о войне в своих произведениях, чтобы молодое поколение помнило, что пережили советские солдаты. Заклятый враг, насильник и громила. Он с виду был совсем как человек. Поэт находил ключик к сердцу каждого человека, будь то взрослый или ребенок. Василиса Остапенко – одна из тех, кто с творчеством поэта познакомилась недавно. Меня натолкнуло на это то, что вывесили табличку. И мне стало интересно, кто это и про что он пишет. Мемориальную доску установили на фасаде филиала библиотеки имени Есенина в Томилине. Иван Васильевич был почетным гражданином поселка. Здесь он жил и работал. Под его руководством существовал литературный клуб «Вдохновение». Ну, по крайней мере, говорят мудрецы, пишут в библейских, скажем, книгах или в Библии. У Бога все живы. Исходя из этих верований, то понятно, что Иван Васильевич с нами. Отец дал как бы путевку в жизнь и поэтическую, и творческую многим людям. Многие его ученики стали членами Союза писателей, издали свои книги, нашли какую-то свою творческую стезю. Он очень много ходил и выступал в школах. И что мне в нем нравилось, вот он великолепный поэт, но он параллельно обязательно пытался ребятам рассказать о сегодняшнем дне. Что происходит, как происходит, и как в этой суматохе найти себя. Он хорошо владел аудиторией. В возрасте 97 лет Иван Васильевич скончался. Но для читателей, друзей и семьи он продолжает жить в своих стихах. Для меня вот он как бы сейчас в других измерениях, но он есть. Он стал настолько для нас всем родным, близким человеком, потому что с ним было интересно. У нас с ним дружба очень долгая была. Каждую неделю встречались. И вдруг назначили мы с ним встречу, а у меня еще одна встреча была. И мы с ним договорились перенести встречу на день. Вы знаете, я должен в пятницу быть. В субботу мне утром рано позвонили Иван Васильевич Убер. Иван Рыжиков издал более 30 книг. Некоторые из них сейчас стоят на выставочном стеллаже в библиотеке. Экспозицию подготовила Наталья Карабина. В течение месяца она собирала личные фотографии и письма Ивана Васильевича. Это современное творчество. Вот, наверное, творчество на все времена. Оно тепло отзывается, наверное, в душе каждого человека. И о любви, и о родине, и патриотические стихи, о войне. Философская лирика очень сильная. Тема родины волновала поэта до конца дней. В 2015 году он выпустил поэму «На отчим подворье», которую писал 25 лет. Айтад Шчерагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 11 сентября в Люберцах прошла экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». На 74 площадках округа высадили около тысячи молодых деревьев и кустарников. В акции приняли участие жители и глава городского округа Владимир Ружицкий. Сегодня по всей Московской области проводится экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». Она проходит с 2013 года. И Люберцы ежегодно принимают в ней участие. Сейчас мы во дворе дома на улице Инициативная высаживаем молодые клёны. Они еще совсем маленькие, но совсем скоро окрепнут на радость всем окружающим. Волонтеры, сотрудники администрации и жители собрались вместе, чтобы сделать дворы округа уютнее. Раньше мы тоже это делали, но как-то, знаете, как работают в кустах. А сегодня это все видят. Только мы работаем по пожеланиям, по просьбам и по заявкам жителей. Приятнее выходить за ребенком гулять, когда двор весь зеленый, красивый, ухоженный, чем когда неухоженный. Первый раз у нас такая акция проходит на нашей улице. Мы довольны, что все это облагородили. Хотя у нас и так чисто, дворники очень хорошо работают, рабочие. Юное поколение люберчан приучают беречь природу. Несколько десятков саженцев сирени высадили на территории детского сада номер 14. Я всем желаю хорошего настроения, хорошего отдыха. Погода, видите, замечательная. До этого было не очень, даже холодно было. А сегодня отлично. Поэтому я думаю, что давайте мы посадим наши деревья. И главными действующими лицами по посадке – детишки. Вы согласны с этим? Да! В следующий раз деревья будут высаживать весной. Обновление леса проводят два раза в год. Благодаря такой эко-акции округ преображается и становится зеленее с каждым годом. Анна Слайковская, Петр Пономаренко, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ. Гончарное ремесло, известное с древности, популярно и сегодня. Глиняная посуда может стать оригинальным подарком, сделанным своими руками. В честь Дня города наша съемочная группа изготовила памятный сувенир вместе с одним из лучших гончарных мастеров люберец. А вы пробовали когда-нибудь сами делать посуду? Я – нет. Сегодня мы сделаем вазу своими руками из глины. А поможет нам в этом Галина Чепелева. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Анна. Мы сможем с вами сделать символичную вазу ко дню города Люберцы? Конечно. Конечно, она будет не очень большая, но для первой работы будет очень даже красиво. Галина Чепелева – гончарный мастер. Профессионально работает с глиной 6 лет. Ей по плечу самые сложные изделия. Все, что есть в мастерской Галины, она сделала собственными руками. Училась у лучших гончаров России и Италии. Работа с глиной требует подготовки. Конечно, нужно защитить одежду рабочую. Поэтому одеваем фартук. Спасибо. Также важно снять все украшения и засучить рукава. Мы готовы. Глина также требует некой подготовки. У нас сегодня белая глина. Глина бывает разных цветов. Красная, серая, белая – зависит от состава микроэлементов. Например, в красной больше железа. В белой его почти нет. Поэтому она меньше пачкает одежду и легко отстирывается. Глину нужно вымесить хорошенько, как тесто. И так несколько минут, чтобы из глины вышел весь воздух. И обязательно по комку нужно похлопать. Тогда изделие будет прочнее. И должен получиться ровный колобок, без каких-либо трещин, замятин. Впереди основная работа на гончарном круге. В древности лепили посуду руками. Потом стали использовать вращающийся круг. Этой технологией используется уже несколько столетий. Правда, сейчас устройства электрические. Мы должны ее не просто положить, а ударить. И желательно попасть в середину зрительно. Да, получилось. Почти. Глину нужно централизовать. Так говорят сами гончары. Понять, что материал стоит по центру, можно по рукам, когда они перестали дрожать. С первого занятия этому невозможно научиться. Поэтому мастер централизует нашу глину сама. Вообще, первую посуду можно сделать через три месяца обучения. Самое легкое изделие – миска. Глина вообще уникальный материал, потому что она снимает все напряжение с тела. Стрессы, страхи, неуверенность в себе. То есть вы можете прийти после работы, за гончарный круг сесть, и весь негатив, полученный в процессе вашего рабочего дня, он идет в глину. Но при этом при обжиге весь этот стресс, он растворится, то есть он не останется в вашем изделии. В руках мастера, как по волшебству, кусок глины превращается в вазу. Если вы хотите стать настоящим гончаром, то здесь главное – опыт и не спешить. Покрываем нашу вазу специальной краской и делаем памятную надпись. Люберцы – 398. Нашему городу исполнилось 398 лет. Такой оригинальный подарок получился ко дню города. Главное – своими руками. Анна Слайковская, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова